Микс Ньюс Сегодня день добрых дел на Радио Болтком, это вторник традиционно и в эфире программа «Зелёная лампа», программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня, как всегда, Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукооператор Родион Золотарёв. И гость сегодня в студии у нас доктор медицины, психотерапевт Борис Дунников. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Сегодня Борис Дунников помогает нам включать зелёную лампу в помощь девочке 11-летней. Её зовут Рута Рудзе. Мы, честно говоря, с Олей её знаем года три, эту девочку, и это очень замечательный ребёнок. А сейчас ей нужна помощь, потому что девочка не ходит. И девочке очень нужно начать ходить, встать с инвалидного кресла, и для этого нужны специальные артозы для ног, которые ей изготовят в клинике Германии. 5 марта Руте исполнится 12 лет, и мы очень хотим ей помочь, чтобы она качественно улучшила свою жизнь и исполнила свою мечту. Поэтому телефон 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю в помощь маленькой девочке Руте Рудзе. И напомним, что гость студии у нас сегодня психолог Борис Донников. Борис Донников был первым, кто работал в своё время на телефонах доверия в Латвии. Вёл медицинскую передачу S-Vessels на ЛТВ-2. Работал с альпинистами в спасательных лагерях. Очень интересный человек. А так как наша программа посвящена благотворительности, милосердию, Марис, к вам вопрос как к психологу. Насколько вообще это важно для развития души, развивать в себе доброту, отзывчивость? Ну, если мы говорим с вами о развитии души, то мы, наверное, должны начинать с детей, с их воспитания. И, естественно, дети всегда берут пример с родителей. Поэтому важно, чтобы атмосфера, в которой ребёнок растёт, она была атмосферой дружбы и взаимопомощи. И очень важно, чтобы ребёнок умел делиться, и чтобы он хотел делиться. И меня всегда умиляют вот те дети, которые вот мама, например, уходит на работу или на какое-то мероприятие, он сразу бежит и говорит, мне нужно это, это, это. Зачем? Я хочу маме сделать подарок. Потом он набирает дома конфеты, полными горстями несёт в садик. Зачем? Я хочу угостить детей. Потом что-то ещё, что-то ещё. Но самое главное то, что ребёнок никогда не берёт что-то только для себя, не прячет это от остальных, а он берёт много про запас для того, чтобы делиться и для того, чтобы отдавать. И вот такой ребёнок, мы такого ребёнка знаем в одной семье, он, соответственно, и получает большую отдачу. Потому что когда ты отдаёшь, ты, соответственно, и получаешь. И когда бывают какие-то детские мероприятия, когда бывают какие-то праздники, когда ребёнок приходит в какое-то общество, они сразу все к нему бегут. Они всерадостные, что он пришёл, потому что они знают, что человек, который всегда открыт, всегда делится, всегда идёт им навстречу. И люди отвечают тем же самым. Поэтому очень важно уметь делиться не только и материальными, но и эмоциональными благами, душевными. И всё это идёт из семьи. Вы знаете, интересно по поводу отдавать и получать взамен. На нашей странице в Фейсбуке, на страничке нашего проекта «Зелёная лампа» сегодня Фейсбук выбросил нам напоминание. Значит, ровно два года назад, в этот день, команда нашего тренера Олега Знарка стала чемпионом Олимпиады. То есть выиграли тогда у немцев, это был большой праздник. И мы на нашей странице разместили поздравления и благодарность Олегу Знарку. Буквально за несколько дней до этого мы узнали случайно, потому что он делал это анонимно, но в благотворительном фонде нам позвонили, сказали, вы знаете, мальчику мы тогда собирали на операцию на ногах. Нужна была очень большая сумма, срочная, хороший такой мальчишка был, что очень большую сумму перечислил Знарок. И мы с Ритой тогда подумали, ну, ой, надо же, ну дай бог, чтобы ему тоже как-то повезло. И тот раз, и он выводит команду в чемпионы. И это был день, по календарю оказался день торжества православия. И мы тогда придумали красивую такую вот версию, что вот если человек помогает кому-то, отзывчивый, то потом, как хочешь это называть, вот с Божьей помощью у него тоже... Борис, вот как вы думаете, а когда ты делаешь добро, делишься, да, скажем так, делишься чем-то, чем угодно, ну ты же не должен думать о том, что эта отдача к тебе придёт, это же тоже важный момент. Ну это, в принципе, должно быть естественным состоянием, потому что человек не должен думать о том, что он получит взамен, он просто должен думать о том, что он хочет поделиться, он хочет кому-то сделать добро, ему хорошо от того, что он кому-то что-то делает. Вот это, конечно, очень важно. И напомним, как устроена наша программа. То есть раз в неделю программа «Зелёная лампа» совместно с благотворительным фондом Be Open помогает какому-то конкретному человеку. Как правило, конечно, это больному ребёнку, которому именно сейчас, вот в данный конкретный момент нужна помощь, и родители просто не справляются. Значит, мы подключаем благотворительный телефон к конкретному счёту конкретного ребёнка, и на этой неделе наш благотворительный телефон подключен для 11-летней рижанки Руты Рудзе, которой нужно 2600 евро для того, чтобы заказать в клинике в Дармштадте в Германии ортезы. Ортезы – это такие штуки, это вот термин от слов «ортопедический» и «протез». То есть такая поддерживающая, очень сложная конструкция, которая вот особенно деткам с ДЦП помогает. Руте сделали недавно сложную операцию, и впервые в своей жизни, ей вот 11 лет, она сумела встать с инвалидной коляски и сделать несколько шагов с релатором на колёсиках на таком. Но это, конечно, просто революция была. Счастье в семье. И сейчас нужно заказать вот эти ортезы, чтобы она могла действительно маленькие расстояния преодолевать сама. От инвалидного кресла до двери, от двери машины до двери школы и так далее. Поэтому 9-3-0-6-3-8-4. Это наш телефон. Евро 42. А счёт можно найти на сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Напоминаем, что в гостях у нас Борис Донников, психотерапевт, очень известный доктор медицины. И он известен многими вещами. Вот одна из них. Мы напомним, что когда-то давно, наверное, в 90-х годах, когда были образованы первые телефоны доверия в Латвии. В 80-х годах. В 80-х. И Борис был первым человеком, который работал на этом телефоне. Вот давайте вернёмся вот в те годы. И как это было? Где находились эти слова? Кто звонил вообще? Отчаявшиеся люди. То есть надо было быстро-быстро как-то найти те самые важные слова, которые человека удержат. Годы были очень интересные. Тогда в Москве был организован Центр суицидологии под руководством профессора Амбрумовой. А у нас была одна из сильнейших фигур в психиатрическом мире в Советском. Это Сузанна Григорьевна Сочнева, главный психиатр, которая сказала, что нет, мы сделаем первый такой центр, и мы начнём с телефона психологической помощи. Она собрала всех. Но надо сказать, что в те времена вот такие шуточки, они наказывались очень жёстко со стороны властей. И она думала, кому можно поручить первое дежурство и первое… Можно я вот точню, какие шуточки в смысле создания телефонов? Ну, видите, все игры в публичную психологию, это уже относится к категории публичной психологии, они всегда чреваты выходом за рамки принятых идеологий и так далее. Они не контролировались, поскольку в то время государство хотело контролировать, как говорится, все такие проявления. Поэтому, ну, там, скажем, это не публичная лекция, где вы можете выступить там с трибуны Дома знаний на психологическую тему. Если вы скажете что-нибудь не то, рецензент вам напишет и вас просто закроют для выступлений. А по телефону вы можете говорить всё, что угодно. И проверить это очень сложно. Вот, поэтому, как бы, к этому было довольно осторожное отношение вначале. И Светлана Григорьевна долго думала, кого поставить вот на первые дни, первые недели этой работы. И всё-таки она пыталась принять, скажем, такое правильное решение. И глядя на всю вот нашу бригаду психотерапевтов, среди которых были люди уже и убелённые сединой, и опытные, и средние, она всё-таки остановилась на молодёжи. Думаю сейчас, потому что с молодых меньше спроса. Потому что в случае какого-то, скажем, ЧП проще списать всё на молодого специалиста. Да, никто же не знал, чем вообще это всё пошло. Тем не менее, она, скажем, ну, примерно были такие фразы, что, ну, пускай Борис идёт, он выкрутится. В том смысле, что он найдёт нужные слова в сложной ситуации. На самом деле было очень много разных самых звонков, и были звонки просто, скажем, от подвыкевших компаний, были звонки от людей, у которых вот очень интересная такая была закономерность, как правило, накануне выходных и праздников, когда собирались люди проводить свободное время вместе, когда там организовывались какие-то там мероприятия, там компании, и очень много остаются одиноких, которых, скажем, которым некуда пойти, они особенно остро ощущают одиночество. В это время вот таких было очень много звонков, и в том числе были звонки от самоубийц. Был такой один звонок, когда молодой человек позвонил, сказал, что всё, он стоит вот уже на столе, вон он уже в петле, петля, значит, прикреплена к потолку, значит, к этому крючку, на котором лампа обычно вешается в квартире, и что он уже всё готов, и вот мне нужно было что-то делать, да. Ну, там уже смотришь по ситуации, по обстоятельствам, по интонации, его там отвлекаешь, разговариваешь, потом, скажем, пытаешься выяснить, я понимаю, что человек всё-таки хочет получить какую-то последнюю, может быть, помощь, он до конца не уверен в том, что ему надо это делать, может быть, у него есть какой-то страх, там обычно идёт такое, скажем, раскрою небольшой секрет, идёт обычное описание того, что, ну, вы помните себе представить, как вы будете выглядеть после этого, да? Да, может, передумываете. Вот, да, вот когда, я даже не буду говорить, но когда описываешь, тогда люди многие начинают передумывать, потому что вид потом не лицеприятный. И вот удалось случить какой-то момент и перезвонить в скорую, узнать у него всё-таки адрес. То есть он как бы, всё-таки он вёлся потом, да, и отправить к нему скорую помощь, они его вытащили. Потом обратило внимание на это Рижская телестудия тогда ещё, или киностудия, нет, киностудия, по-моему, был такой режиссёр Юрий Саударевич, потом он пошёл уже в дипломатию, потом он стал дипломатом. Но тогда он снял на эту тему документальный сюжет. Я не помню, это был фильм или сюжет, это было очень давно, это был где-то 83-й, может быть, год. Но я помню, что я этот материал смотрел, он шёл по телевидению. Может быть, где-то в архивах он есть. И, конечно, было бы сейчас очень интересно через 40 с лишним лет его посмотреть и найти. А как вам кажется, проблемы у людей тогда и сейчас, они как-то изменились или, в принципе, то же самое? Видите ли, процент людей с нестабильностью, скажем, психической адаптации во всём мире примерно одинаков. И проявляется, естественно, всё в зависимости от эпохи, времени. И что самое интересное, когда мы смотрим на пациентов с конкретно уже психическими заболеваниями, у которых есть какой-то такой, скажем, фантасмагорический бред, то когда летал Гагарин, все были космонавтами, потом, когда шла борьба за мир, значит, все были либо атомными бомбами, либо посылали Брежневу какие-то телеграммы по борьбе за мир, да, потом, когда пошла перестройка, там что-то ещё и так далее. То есть сейчас наверняка тоже кто-нибудь уже борется с коронавирусом очень активно. И судя по этой вот истерии, которая в прессе, может быть, даже и среди ваших коллег есть мои пациенты, которые слишком уж активно нагнетают напряжённость по этому поводу. Будем надеяться, что к концу марта, когда температура воздуха поднимется, а в более высоких и сухих температурах вирус установится всё сложнее жить, размножаться, мы про эту проблему забудем. Но, тем не менее, надо сказать, что во все времена вопросы, по которым люди обращаются, они примерно одни и те же. Это одиночество, это конфликты с близкими, это проблемы в семье, проблемы в социальной сфере, проблемы на работе, проблемы, связанные, скажем, там с какими-то более такими. Вот я думаю, что, например, в периоды наверняка кризисные, когда у нас были в Латвии, очень много людей обращалось в силу того, что ухудшалась экономическая ситуация и так далее, и так далее. Знаете, мы часто думаем о том, что когда человек говорит, вот я на грани такого депрессивного состояния, вот у меня проблемы всяческие, вот просто прийти в такую семью, где растёт ребёнок, о котором, вот дети, о которых мы рассказываем, дети с различными очень тяжёлыми диагнозами, врождёнными, с инвалидностью, вот провести там день, познакомиться с этой мамой, познакомиться с этим ребёнком, посмотреть, как они разруливают свои проблемы вот в этой жизни. И всё, сразу все депрессивные настроения развеются. Ну, это один из путей. Это один из путей, и, скорее всего, он базируется не на том, что человек видит, что кому-то ещё хуже, а на том, что у него переключается внимание, скажем, в той сфере, которая ему наиболее близка. Есть же люди, которые в таком состоянии, допустим, уходят в монастырь на время, принимают какое-то послушание, там выполняют какие-то работы и отвлекаются от того, что их гнетёт. Бывают естественные ситуации, когда возникает какая-то катастрофа там или какое-то трагическое истечение обстоятельств, или ещё что-то более худшее, когда человек просто забывает обо всём, потому что он переключается совершенно в другую сферу активности. Но если мы будем придерживаться тематики сегодняшней передачи и тематики «Зелёной лампы», то, конечно, обращаясь к проблемам других, можно попытаться стать добровольным помощником, можно попытаться проникнуться чьей-то жизнью. Эмпатию как-то свою включить. Да, принимать в этом участие. И, конечно, это само по себе уже является целительным для такой вот страдающей души. А самое простое – просто взять сейчас свой телефон и набрать номер 9-03-0-6-3-8-4. Знаете, как говорят, вот откупиться, но ты же не пойдёшь сейчас как-то участвовать, навещать, помогать, да? Это конкретная помощь, и из этих маленьких звонков сложится сумма, и тогда мама Ангелика, это 11-летняя Рута, к 5 марта, когда Руте исполнится 12 лет, они увидят, что эти деньги собрались, и они смогут уже тогда ехать и заниматься примеркой и моделированием сначала по индивидуальным меркам. Там очень сложная для ДЦПшек эта процедура. Ортезов. Вот девочка Рута, о которой мы говорим, там такая история, мы три года назад с ними познакомились, с этой семьёй, и девочка родилась весом всего килограмм и 450 граммов, то есть маленькая. Она очень мало шансов имела при рождении, кровозылияние в мозг, менингит и так далее. И маме сказали, что ребёнок, скорее всего, не слышать, не видеть, не говорить не будет. А ребёнок долгожданный, это третий ребёнок в семье и поздний ребёнок. Было два мальчика, и родители очень хотели девочку. Мама в этом случае оказалась огромным молодцом, просто героям она не поверила. Конечно, страшно было, конечно, плохо всем было, но они взялись и стали работать. И ей встретилась такая замечательная женщина, физиотерапевт Клаудия Хелла, которая сказала, не слушай никого, надо заниматься, работать и любить. И ещё твой ребёнок, ещё президентом станет. И вот они стали делать. И знаете, сейчас посмотреть на эту девочку, это красавица. Мы о ней писали статью один раз уже, назвали её принцессой, она сказки сочиняла. Сейчас она мечтает шить, стать модельером. То есть это умница. Она только вот, единственное, что она не может сейчас, это ходить самостоятельно, но уже несколько шагов делает. И вот здесь мы можем как раз помочь. Здесь мы можем помочь. И телефон 930-6384 всю неделю до следующего вторника работает для 11-летней Руты. Уже, наверное, даже 12-летней Руты, потому что через неделю ей как раз 12 лет исполнится. И она учит английский, она учит испанский. Писать ей трудно, пальчики не слушаются. Но она пытается рисовать, там рисунки стоят дома. То есть это вот семья, на которую посмотришь, и сердце радуется. Все красивые, и там очень много любви в этой семье. В качестве тренировок и даже с целью развития и реабилитации вот этих двигательных функций, она еще занимается теннисом на инвалидных колясках. Да, да, да. Очень чудесная девочка. У Терезы Стенслава занимается и делает успехи. 930-6384 евро 42 цента за звоночек. Не надо думать, что это очень маленькая сумма. Это сумма как раз посильная для каждого, наверное. А все вместе звонки собираются в большую и очень-очень важную помощь. Сделайте этот звонок, и будет вам радость. А сейчас оставайтесь с нами. Сейчас небольшой перерыв, и мы скоро продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что наш телефон 930-6384 работает всю неделю для 11-летней Руты Рудзе, чтобы помочь собрать девочке средства на ортезы, чтобы она могла встать и ходить самостоятельно. Стоимость звонка евро 42 цента. И напоминаем, что в гостях у нас сегодня очень интересный человек. Это Борис Донников, психотерапевт, доктор медицины. Но сейчас мы у него хотим спросить, тоже опять же вернуться чуть-чуть немножко в прошлое. И у него был интересный период в жизни. Мы разузнали, что в свое время он работал в горах и был спасателем. На спасательной стадии. И сейчас он, собственно, спасатель, но уже в другой сфере. Тогда он просто напрямую в альпинистских лагерях. Было такое дело? Да, было. Что это было? Как это было? Что приходилось делать? Ну, обычно начиналось все с клубов «Самодеятельные песни» в Риге. Когда мы собирались и в походах там вместе пели, играли на гитарах. Потом, естественно, какие-то простые были переходы по Латвии. Потом мы поехали на Кавказ. И там уже были просто походы как горных туристов. И уже после этого нас отбирали уже в альпинистские лагеря. Мы там проходили определенные этапы подготовки. И вот через уже несколько лет, через, допустим, 5 лет, когда ты получаешь какой-то спортивный разряд. Естественно, с моей специальности, с медициной, как бы первое предложение, которое есть, это идти, так называемые были ходячие врачи. Было две категории врачей. Одна сидела в альплагерях, как правило. Сидячие и ходячие. Вроде, как правило, были такие, кстати говоря, профессора, приезжали на лето туда, на отдых, да. Сидели в альплагере, лечили. А были ходячие, которые были в основном молодые специалисты, которые с рюкзачком, с аптечкой. Аптечка была килограммов 20-30. И шли в поход с альпинистскими группами, шли в поход с альпинистами. Либо выходили на вызов, да, на спасработу. Был специально собранный рюкзак, да. И когда поступал такой вызов, то в любое время суток практически должен был выйти и, значит, идти, так сказать, в точку, где произошло бедствие. Один сам. Нет, почему? Первая двойка идёт, связка, потом за ней идёт отряд. И вот как на зло всегда получалось, что вот эти вот вызовы. Вот ты поужинаешь, да, выпьешь бокал вина, всё хорошо, садишься, пить чай, вызов. Значит, ты берёшь этот рюкзак вдвоём с кем-то, значит, с каким-то из альпинистов, вы поднимаетесь, поднимаетесь уже к месту бедствия. И вот что интересно, идёшь вечером в сумерках в темноте, поднимаешься по стене, на которую днём бы ты не рискнул вообще даже и лезть без страховки. Потом, значит, ночь, естественно, ты уже совсем темно идти не можешь. Мы выбираем какую-то площадку, ставим там какую-то там загородку на вес, чтобы переночевать до первого света. И когда с первым светом встаёшь, смотришь вниз, охватывает ужас, куда ты лез. Как ты залез. Да, как ты вообще залез. Потом бывают очень разные моменты. Вот мы были так, вот мы зашли, чтобы перевалить через главный Кавказский хребет, не через перевал, а просто в месте, где было ближе всего к этому, к месту крушения человека. И нужно было, естественно, спускаться не по перевальной тропе, а по скалам опять же. И вниз уходит осыпь довольно глубоко. И как бы над тобой осыпь. Тебе нужно просто пройти по вертикальной скале метров пять вниз, чтобы за камни держаться, чтобы, так сказать, стать уже твёрдо на ноги. И по этой осыпи уже можно как-то пытаться ехать. Очень хорошо помню, что вот пошёл вниз, и сверху посыпались камни. И ничего не сделаешь. Ты руками держишься, у тебя по рукам бьют камни, а камни непростые, базальт. Они разбивают конкретно всё. И потом вот уже с кровоточащими пальцами ты уже прыгаешь на эту осыпь, по осыпи уже катишься на лыжах, как на лыжах, вниз. Борис, потом оказываешь помощь, вызываешь вертолёт и доставляешь человека в больницу. А потом спускаешься. Нет, ну как же, когда в больнице, там уже ты на почве. Мы притихли даже немножко, так я представила себе эту картину. Ну, там много было смешных ситуаций разных. Ну вот, Борис, и тогда, наверное, тогда началась, это главное, одна из самых больших страстей, страсть вашей жизни, фотографии. Ну, она началась, если честно говорить, намного раньше. Она началась в 67-м году, когда папа купил первый ФЭД. И я был в пятом классе, и тогда в школе был фотокружок, и я пошёл в фотокружок. И тогда уже, поскольку в то время всё было тоже под контролем партии, то меня сделали корреспондентом комсомольского прожектора. И, в принципе, я стал с шестого класса заниматься репортажной фотографией. В школе до десятого я оформлял все комсомольские прожектора, да, все репортажи, вёл со всех школьных событий, выпускал газету 4 года. Как называлась газета? Комсомольский прожектор. А, так и называлась, да? Ну вот, эта страсть так и сохранилась. Мы просто сразу приоткроем секрет, не секрет, наверное, но приоткроем для вас эту информацию, что у Бориса и выставки проходили неоднократно, и у него в коллекции более, наверное, 60 тысяч снимков, да, или уже больше. Ну, плюс-минус, я там не считал точно, я просто взял диск и сосчитал количество изображений на жёстком диске, на котором я всё храню, получилось 59 с чем-то тысяч где-то. А вот ваша выставка называлась, выставка фотографий, «Моя Латвия», то есть вот ваша Латвия, какая она? Ну, для меня это, конечно, прежде всего природа. Сюжеты, какие самые любимые? Да, это были сюжеты, которые я снимал в Тукумсе, если знаете, там по Тукумсам есть большие красные поля, маки цветущие, очень красивые, да. Я очень люблю… А в какое время, кстати, цветут маки, чтобы нам не пропустить? Ну, это июнь. В июне, по Тукумсам, маковые поля. Да, июнь, июль, ну, там идёт вот такое. Значит, потом я снимал много очень в Национальном парке Гауя, потому что там, ну, скажем, такие мои любимые места. Да, там, и как бы просто я помню, что один из первых пленеров, на которых нас повели в 68-м году, когда я был в школе, вот в этом фотокружке, это была Глэз Нотай Аккаунт с гора художников в Сигладе. И мы тогда ещё на чёрно-белой фотографии как бы делали много очень снимков. Потом я туда через много-много лет приехал, сделал уже цветной вариант такой интересный, так как я видел его, да. Ну, это, в принципе, одно из моих любимых мест, это вот район Гауи, там Сегл, Датсесис, Витземе, да. Ну, были снимки у меня из Венспилса, были снимки из, как бы, других мест, были люди тоже, не только, как бы, природа, да. Да. Экспозиция была, да, интересна, её попросили у меня, когда в Ванкувере открывали избирательный участок для выборов, Сейм, он был в Оттаве, а в Ванкувере открывали несколько лет назад, в 2014 году. Тогда меня консул попросил, чтобы я эту экспозицию прислал для украшения избирательного участка. А, ну, чтобы люди, граждане Латвии, когда приходили бы на избирательный участок, видели бы вот... Да, и потом эту экспозицию попросили у меня оставить, её там, периодически её используют дом в Оттаве, в котором собираются, так сказать, вот латвийская община, да, и когда идут какие-то мероприятия в Ванкувере, она в Ванкувере выставляется. А ещё вот говорят, что на сайте BBC есть ваша фотография. Да, там была такая, как бы, рубрика о любви, я поставил несколько снимков, кстати, один из снимков посвящён инвалидам. Вот я, кстати, хотела сказать, я помню этот снимок, вот несколько лет назад вы увидели, он потрясающий, это море, пляж наш, Юрмала, да, и там человек в инвалидной коляске, и его обнимает, на коленях у него сидит девушка. Это поцелуй на фоне моря, он просто аж мурашки по коже оставляет такое впечатление. Да, он такой... А как это было сделано? Это было сделано совершенно случайно, это я выхожу, причём я был в компании с коллегами у нас, была какая-то корпоративная встреча, я всегда беру с собой этот фотоаппарат, я выхожу на пляж, вижу сюжет, и это просто один взмах фотоаппарата, я ещё старался, чтобы не было видно лица, потому что, как бы, в данном случае лицо – это неправильно, да. Ну, вот если ты работаешь в режиме стрит-фото, да, то у тебя должна быть моментальная реакция, у тебя должен быть чёткий взгляд, ты должен видеть вообще во всём окружающем сюжет. То есть вот просто идёшь у тебя, всё, что вокруг, делится на сюжеты, если сюжет подходит, ты его снимаешь, да, но не всегда получается. Знаете, у нашей программы «Зелёная лампа» и у благотворительного фонда «Be Open», с которым мы сотрудничаем, есть тоже подшефный фотопроект, это фотопроект «Неудобные дети». И ровно неделю назад мы рассказывали, это фотовыставка, которая сейчас работает в Замке Света на седьмом этаже, где детская библиотека, сюжеты о детках с тяжёлыми диагнозами. И в поддержку этих деток на оплату каких-то лечений, реабилитации тоже был подключен телефон, и есть специальный счёт, люди могут жертвовать, которых тронут вот эти вот фотографические сюжеты. Это фотограф Арито Строды Клявини. И наш телефон тоже всю неделю работал. И итоги. Было сделано 846 звонков на сумму 1057 евро. Плюс 245 евро пришло на счёт. Вот практически полторы тысячи евро дополнительно от нашей программы полегло на счёт в поддержку этих деток. Этих деток. Борис, ещё хоть не можем не спросить. Вот такой вопрос очень важный. Насколько в вопросах реабилитации, в вопросах о восстановлении человека, в вопросах, как человеку удержаться в очень трудной ситуации, вот лично самому, насколько важна вера? В широком смысле. В широком смысле слова. У вас есть какой-то опыт? Вам есть что рассказать по этому поводу? Ну, видите, если мы будем говорить о вере в свои силы, о вере в то, что должно всё произойти хорошо и в таком самом широком смысле, то это едва ли не самый такой основной компонент, когда ты, несмотря ни на что, значит… Да, иногда вопреки. Иногда вопреки ты всё-таки стараешься быть максимально соответствующим требованиям жизни. Ты себя пытаешься подстроить всё-таки под какие-то жизненные необходимости. Это касается реабилитации, восстановления всего. Здесь огромное влияние играют как внешние факторы, так факторы воспитания, может быть, даже факторы случаев, конечно, поддержка взаимно окружающих. Что интересно, то в том тезисе, который я говорил в начале передачи о том, что важно не только получать, но и отдавать, он в равной мере, наверное, и распространяется на самих людей, которые страдают от чего-то. Потому что психология, скажем, человека, который садится вот в свою скорлупу и настраивает себя на то, что все должны дать, она его самого загоняет в какой-то угол, и он себя сам ограничивает в своих возможностях, он лишает себя веры в себя. И поэтому, если этот человек пытается что-то хотя бы посильно делать для других тоже, это может быть творчество какое-то, это может быть какое-то эмоциональное воздействие, это может быть посильная, не знаю, работа или что-то ещё, он этим самым только себе больше помогает. И даже в этом плане, вот на этом пути, очень важно общение, и вы понимаете, когда человек ограничен в своих физических возможностях, конечно, круг общения у него меняется. И очень многие друзья, которые были, они отходят, очень многие люди, которые раньше имели какой-то бизнес или материальный интерес, тоже пропадают, выходят из оборота. Поэтому быть с кем-то рядом, кто такой же, как ты, очень важно. Я недавно видел одну ситуацию, когда в одном из отелей на юге появилась мама, у которой был один здоровый ребёнок с бабушкой, второй в коляске, но в коляске был очень больной ребёнок. И она такая мама довольно молодая и активно смотрящая, так сказать, вокруг себя, всё-таки, несмотря ни на что, она случайно совершенно встретила там мужчину, у которого тоже был ребёнок в коляске. И они практически всю эту неделю отпуска провели вместе, потому что у них были общие вопросы, им было о чём поговорить. Наверное, взгляды, отношения к жизни. Дети даже эти больные общались друг с другом, понимаете, они как бы друг друга поддерживали. Поэтому это такой момент очень важный, быть, и вот когда ты вместе с кем-то, это, конечно, укрепляет его веру. Укрепляет веру в себя, веру в свои силы, так сказать, и веру в тех, кто рядом с тобой, что они тоже способны тем, чтобы быть. А вот вера в более широком смысле, вот вы часто бываете на Кипре, и мы знаем, что какое-то время даже вот в монастырях там провели. Это как получилось? И что это даёт? Ну, видите, мы все, опять же, приходим к каким-то, как вам сказать, состояниям своей души, иногда в силу непонятных совершенно для нас причин. Кто-то ведёт? По стечению обстоятельств, да, пришлось попасть в один из ведущих монастырей на Кипре, прожить там несколько дней, ну, неделю в качестве гостя. Я, естественно, как гость, я в начале из вежливости потом уже по собственному желанию посещал все и утренние, и вечерние богослужения, и общался там с монахами, с остальными людьми. Ну, это, скажем так, было лет 18 назад, это достаточно серьёзно изменило мои многие представления, очень многие представления, и как бы стало такой основой, на которой я стараюсь всё-таки по мере возможности быть рядом с церковью. И если я в какой-то стране, где есть православные, скажем, монастыри и объекты православной культуры, то обязательно я их как бы посещаю, обязательно общаюсь там с людьми, и это происходит и здесь, в Латвии. Я не могу сказать, я скажу честно, я не могу себя назвать, как говорят люди, церковленным человеком, который регулярно по всем праздникам посещает и не только по праздникам знает календарей и всё. Но я, скажем… Ну, какие-то основы это даёт. Я в этой теме, я стараюсь, скажем, придерживаться определённых правил и жить, скажем, тоже согласно каким-то канонам. А вот вопрос такой, очень кратко. А присутствие в монастыре, например, когда ты едешь и попадаешь туда и провожаешь там какое-то время, ты больше шансов имеешь получить ответы на свои важные вопросы или это не важно? Это всё зависит от тебя самого. Понимаете? То, что ты можешь увидеть, ты увидишь. Ты можешь и не увидеть… Никуда не выезжая. Да, если ты можешь не увидеть, если даже тебе будут просто перед глазами чем-то маячить, ты этого не увидишь, да? И ты можешь почувствовать и увидеть ответы на какие-то вопросы, когда ты, скажем, если у тебя настроено твоё душевное состояние таким образом, да, то подсказки сами появляются. Они всплывают как бы автоматом, если так можно сказать, да? Ну, в данном случае очень многое зависит от самого человека, от его склада, от того, насколько он открыт, насколько он восприимчив к новой информации, какой у него образ мышления, как он ставит внутри себя какие рамки и считает ли он нечто догмой или руководством к действию и так далее, и так далее. Поэтому здесь однозначный ответ дать очень трудно, это всё очень индивидуально. Но я могу сказать, что когда любой из нас обращается к истокам, скажем, духовной культуры, в любой период своей жизни, в любой форме, любым образом, он только от этого выигрывает. Знаете, интересно, наша программа существует уже… Четыре с половиной года. Да, и более двухсот семей были участниками нашей программы, с которыми мы знакомились. Мы очень обстоятельно и детально всегда беседуем с мамами и там выходим на такие уровни откровенности и философского осмысления. И, как правило, все они верят в то, что только с Божьей помощью они выстояли, только с Божьей помощью можно добиться каких-то действительных результатов, и только с Божьей помощью происходят какие-то чудеса, а они действительно происходят в этих семьях. И мы их видели. И для того, чтобы маленькой девочке Рути, о которой мы рассказываем на этой неделе, делаем публикации, тоже такое небольшое чудо произошло, мама все-таки верит, что она сможет начать как-то, хотя бы небольшие расстояния преодолевать сама, подключен благотворительный телефон. Напоминаем его, 9-3-0-6-3-8-4, евро-42. И вот этот возраст, 12 лет, это, в общем-то, сейчас девочка вступает и по характеру, и по физиологии, в подростковый период. Это очень такой важный и сложный возраст. Конечно, мама очень сейчас задумывается о том, как сложится ее дальнейшая судьба, что будет с получением профессии, возможно, какого-то трудоустройства. И поэтому именно сейчас очень важна вот эта вот поддержка, что семья не одна, что есть общество, которое неравнодушно, и, в общем-то, вот эта сумма, 2600 евро, что она может собраться. Здесь очень много пластов, то есть мы помогаем этой девочке, мы помогаем семье, мы как-то улучшаем вот эту атмосферу вокруг нас, мы себе помогаем тоже, правда же? Вот программа наша подходит к концу, у нас остался вопрос к Борису, у нас очень много вопросов осталось, но уже мы их не успеем, а вот это спросим. Что самое главное для человека, вот, ну, посоветуйте что-то, как врач, как просто человек с большим, с огромным опытом, чтобы выдержать, чтобы не выгореть, чтобы удержаться в такой ситуации? Ну, самое главное, как мы говорили, это вера. Нужно верить в себя, верить в лучшее, верить в людей. Иногда бывает так, что когда ты веришь в людей, ты показываешь им то, что ты в них веришь, ты их вдохновляешь, они меняются от этого. И, конечно, второе, это поддержка окружающих, поддержка близких, их сострадание, их милосердие, то, к чему мы здесь призываем вот в этой передаче, то для чего, собственно говоря, мы здесь и собрались, да. И вот если эти два фактора соединяются воедино, это внутреннее состояние человека и поддержка окружающих, тогда будет успех. Я просто ещё успею одну минутку, буквально мне вот в воскресенье потрясла одна история, мы были в домине, в торговом центре, и там проходила акция «Сердцем к сердцу», которую проводит Елена Тонова. И приехала туда наша подшефная одна девочка, которая, собственно, недавно встала тоже на ноги, она в инвалидной коляске, она уже немножко ходит. Лерочка Якимова, вы её многие помните, она привезла на эту акцию «Сердцем к сердцу», там люди свои поделки приносили, поделки эти продавались, сувениры и украшения, и деньги шли в детский фонд для онкологически больных детей. Лерочка рисует, она пишет иконы, учится и рисует картины. И вот она сказала, тоже хочу участвовать, помочь этим детям. Она привезла, то есть девочка, которой самой нужна помощь, она привезла туда свои работы, Лена Тонова её обняла, а Лерочка ей говорит, вы знаете, если будет нужна моя помощь, звоните мне. И тут я заплакала. Тут я заплакала, я просто отвернулась, но не могла слёзы удержать. Вы представляете? Это ребёнок, который на инвалидной коляске передвигается. Это вот правильный путь, да. Вот сейчас мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое Борису. Мы надеемся, вы ещё к нам придёте. Мы поговорим ещё о многих вещах, которых сегодня просто не успели. Напоминаем, что телефон 930-63-84-42 за звонок работает в помощь 11-летней Рути Рудзе, чтобы она получила ортезы, сделанные в клинике Германии, и чтобы она начала ходить самостоятельно. И сделайте этот звонок с улыбкой. Пусть у вас будет хорошее настроение и много радости. И счёт помощи на сайте MixNews.lv в разделе «Зелёная лампа» и на нашей страничке в социальной сети Facebook русскими буквами «Зелёная лампа». Спасибо. Спасибо.